МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про бизнес на войне, как солдаты вместе с бронежилетами продают на Авито свою честь, и как миллионером стал генерал Суровикин. Про это и многое другое сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Что такое бизнес на крови, отлично знают российские генералы. Чем дольше будет продолжаться агрессия, чем больше погибнет россиян в Украине, тем больше топ-чиновники в погонах заработают денег. Впрочем, воруют в армии РФ не только организованно. Тянут все и все. Кто во что гораст. Бронежилеты, каски, люки и колеса от БТР. Все это продается в интернете. Что почем? И вопрос, откуда это берется? Посмотрим. В России сейчас идет жестокое противостояние за то, кто больше наворует. В России с оборонного предприятия украли более 7 тонн стратегического сырья. По данным журналистов, с российского оборонного предприятия было украдено 7 319 килограмм титана, которые используются при производстве ракет. И это неудивительно. Российский военный журналист и офицер запаса в ходе интервью рассказал следующее. Воровать в армии по-прежнему легко. Причем у этого воровства есть разные уровни. Первый уровень – это забрать пару вещичек с собой, домой или на продажу. Второй уровень – вывозить на КАМАЗе, мешками. Третий – это когда воруют на миллиарды. И вот такие, как депутат Госдумы Андрей Гурулев, потом недоумевают. Это мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые у нас лежали на всех путах приема личного состава. У нас есть проблемы то с формой, то еще с чем-то. Оно все было, оно куда испарилось-то. Вам не послышалось. У армии пропало полтора миллиона комплектов военного обмундирования. Вот это до сих пор никто, нигде, никак, никак ничем не может объяснить. Да как никто? Вот, где-то между люком от БТР и немецкой каской 42-го года. Только какой комплект именно нужен? Офицерская форма за 2000 рублей или сразу генерал-лейтенанта за 30 тысяч? А может кому-то нужна форма Росгвардии? Есть еще и колеса от БТР по 9 тысяч рублей за штуку, может кому надо. Впрочем, кому какая разница, что все это сейчас продается, если проще прийти прямиком в армию и украсть оттуда, чем все это покупать. Одна из проблем – отсутствие современных систем учета имущества. Нет даже учета горюче-смазочных материалов, без которых воевать невозможно. Все до сих пор записывают в тетрадочку. В июне этого года стало известно, что со склада украли генераторы для вертолетов на сумму в 10 миллионов рублей. Но справедливости ради пропажу нашли и виновных установили. В среднем за последние 8 лет в год попадалось примерно 1000 военнослужащих на кражи. А свыше 700 контрактников, включая командиров, осуждены за растрату. Все заинтересованы в наименьшей прозрачности, с воровством не борются. И судебная статистика, скорее всего, отражает только верхушку этого коррупционного айсберга. Потому сегодня вы и можете найти все наворованное на обычном сайте Авито. Ремни для автоматов, винтовка Мосина, с которой сегодня воюет российская армия, лебедка к БТР. Когда корень проблемы виден всем, чиновники продолжают недоумевать. Куда, где, что и почему это так случилось? Генеральный директор Transparency International России Илья Шуманов говорит, что к 22 году армия стала максимально закрытой. Госзакупки не публичны. Декларации о доходах не публикуются. А за антикоррупционные расследования, посвященные вооруженным силам Российской Федерации, можно стать иноагентом или даже быть обвиненным в госизмене. Главный аргумент закрытия информации во всех случаях один и тот же секретность. Как не удивляться такой вороватости, если самим государством созданы максимально благоприятные условия для воровства? Вот в России и получают пропажи на миллиарды рублей, бесконечную коррупцию и снаряжение времен Великой Отечественной войны. И вот пока простые смертные военнослужащие зарабатывают по мелочи, их военачальник, командующий войной в Украине, Суровикин, гребет деньги миллионами. Какую схему он закрутил и как разбогател на войне в Сирии? Причем тут самый богатый россиянин Тимченко и вся семья самого Суровикина. Расследование про самый настоящий бизнес на крови. Далее. Суровый генерал Суровикин, который готов принимать самые непростые решения. Бесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Берет деньги от восьмого самого богатого россиянина Геннадия Тимченко. Причем прикрывается собственной женой. На данном направлении сложилась непростая ситуация. История началась еще в 2011 году с публикации Леонида Волкова. Тогда он был депутатом городской думы Екатеринбурга. Семья губернатора Мишарина занимается распилом. Которым были замешаны первые лица страны. Пусть и виртуально, но в запуске нового производства в маленьком уральском поселке Восточный принимает участие лично первый вице-премьер России Виктор Зубков. А свердловские министры нажимают на пусковую кнопку. Это Анна Суровикина, бизнесвумен и жена Сергея Суровикина. А это Анастасия Мишарина, дочь губернатора. Они обе учредительницы ООО «Аргус лес». Их общей фирме, неизвестно на каких условиях, достались сотни тысяч гектаров леса в Свердловской области. Где они организовали лесопилку? Леонид Волков тогда заявил, что компания получает невероятные льготы. Скидка в более чем 90% на электричество. Не хотели? По тарифу подключение к электросетям для «Аргуса» стоило бы 80 миллионов рублей. Поэтому на уровне правительства области вопрос был решен в индивидуальном порядке. Со скидочкой получилось 6 миллионов рублей с НДС. Скидка 93%. Производство, размещенное в этом цехе, для Свердловской области уникально. Прежде всего, благодаря современному оборудованию. Станки и машины привезены из Италии. Годом ранее, в 2010-м, губернатор Мишарин создает рядом с «Аргус лесом» предприятие, которое будет работать на отходах от лесопилки его дочери и Суровикиных. Область потратит бюджетные деньги, чтобы Анастасии Мишариной и Анне Суровикиной было кому продавать опилки от распила. Потому что сейчас опилки пропадают зазря. В дальнейшем будет еще несколько проектов. Но нам этот проект дорог и ценен тем, что этот проект первый, это проект пилотный и сразу с таким большим эффектом. После этого начались разбирательства. Молодую дочь губернатора попытались максимально дистанцировать от скандала, потому весь удар на себя приняла жена генерала Суровикина. Она подала в суд на Волково, а сам генерал Суровикин начал ему угрожать. Леонид, какие угрозы или заявления высказывал ваш адрес генерал-лейтенант? Этот человек на протяжении последней недели в разных коллективах людей несколько раз высказывался о том, что меня убьет, потому что я его жену обижаю. В итоге российский суд был на стороне коррупционера и вынудил Волкова компенсировать моральный ущерб в размере 5000 рублей. После этого история забылась, а компания продолжала работать более 10 лет. Причем дела у нее все это время шли не особо-то и хорошо. В 2020 году они продали пиломатериалов всего на 82 миллиона рублей. Много лет подряд, вплоть до прошлого года, фирма вообще была убыточной. Но это не так важно. На самом деле весь смысл здесь не в лесопилке. Лесопереработка – это ширма для чего-то другого, чем наши герои занимаются. Удобная инфраструктура, юридическая и финансовая, чтобы спрятать что-то, скрыть, переоформить. Но на самом деле эта лесопилка зарабатывает на войне в Сирии. На нее поступает оплата за коррупцию и другие преступления Суровикина. И данная операция завершилась спорным полным разгромом. Уже много лет Сирию осваивает близкий друг Путина Геннадий Тимченко. В 2014 году главное управление водными ресурсами Сирии подписало с компанией Тимченко соглашение о старте первого этапа строительства ирригационного комплекса. В 2017 году он начал достройку завода по переработке газа, который должен был быть закончен еще в 2011 году. Также Сирия – один из мировых лидеров по запасам фосфатов, которые реализует Геннадий Тимченко. Сделка была заключена с условием. 70% прибыли получает дочка стройтрансгаза – СТГ «Логистика», а остальные 30% получает сирийское правительство. Но только вот есть одна проблема. На момент подписания этого договора местность, где находятся рудники, все еще в основном была захвачена ИГИЛом. И сирийские власти ее не контролировали. И тут на сцену выходит Суровикин, помогая бизнесмену заработать свои миллионы. Он убирает ИГИЛ с территорий, которые так нужны были другу президента. А сам Тимченко после этого начинает восстановительные работы. А конкретно это делает его компания СТГ «Логистик». Эта же компания давала деньги лесопилке жены Сергея Суровикина. В 2020 и 2021 годах в течение полугода СТГ «Логистика» выдавала займы Суровикинской лесопилке. Всего 104 миллиона рублей. Эти деньги, конечно же, никто так и не вернул. Эта лесопилка – это кошелек для оплаты теневых операций. Только в марте этого года жена топ-менеджера «Стройтрансгаза» выдала им кредит на 25 миллионов рублей, которые, очевидно, никто не вернет. Все это очередные взятки очередному российскому чиновнику. И Суровикин в этом охотно принимает участие. Спецоперация Путина в Украине провалилась. Зато успешно продолжается другая авантюра – спецоперация по убийству экономики страны. Уже факт. Нефть и газ перестают быть главными источниками доходов режима Путина. Мы изучили цифры и сводки. Все говорит о том, что скоро у него закончатся деньги на войну. То, что от вас скрывают о реальных последствиях санкций, смотрите прямо сейчас. У Путина заканчиваются деньги. Мне кажется, на этом можно бы и завершить. Финансировать войну может оказаться нечем. Санкции срезают нефтегазовые доходы и ситуация критична. В нашем распоряжении внутренняя документация российского «Газпрома». Прямо сейчас представляем все, как есть. Разбираемся вместе, как путинская война доводит газовый гигант России до банкротства. Российская казна переживает трудные времена. Под ударом главные столпы режима Владимира Путина. С начала войны до минимума валены доходы бюджета от экспорта нефти. А энергетическому гиганту «Газпрому» все сложнее торговать своим газом. Никто не покупает. Поставим безвозмездно. Бесплатно. Но обо всем по порядку. И начнем с нефти. Ведь это один из ключевых источников дохода в России. Расчеты аналитиков свидетельствуют, что в октябре месяце установлены наименьшие поступления в казну России от экспорта нефтепродуктами. Падение фиксируют с начала июля. С введением санкций Россия отказалась от публикации официальных данных. Но права унискрытия и расчеты финансистов встают приговором для кремлевского режима. В октябре 2022 года доходы бюджета от нефтяной экспортной пошлины составили 881 миллион долларов. В октябре прошлого года этот показатель был на уровне 1,22 миллиардов долларов. И это до вступления в силу эмбарго Евросоюза, которым будет запрещено поставлять российскую нефть морем. Как безболезненно пережить такой удар, в Кремле не знают. Москва в основном не смогла найти новые рынки для своей нефти, которые ей необходимо обеспечить к тому времени, когда 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении ее морского экспорта. Для понимания, Россия теряет цепочку поставок на 1 миллион 400 тысяч баррелей в сутки. Сейчас в медиа циркулируют сообщения, мол, Кремль нашел спасение на рынках Индии, став крупнейшим поставщиком нефти в регион. Сухой анализ мировой торговли может свидетельствовать о том, что это явление временно. В то время как потоки в Китае и Индию остаются стабильными, два ключевых индийских нефтеперерабатывающих завода приостановили спотовые закупки российской нефти, которая будет поступать после вступления в силу санкций ЕС, которые 5 декабря лишат суда, страховки и других услуг. Ситуация близка к критической и в газовом секторе России. Овал торговли, добычи и, главное, доходов. Российский «Газпром» в январе-сентябре 2022 года реализовал 313 миллиардов кубометров газа. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Согласно промежуточному отчету газового гиганта, компания переживает трудные времена, и скрыть это невозможно. Сокращение экспорта газа в страны дальнего зарубежья в 2022 году составляет 40,4%. Санкционное давление цивилизованного мира и разрыв контрактов привели к дискуссиям, а сможет ли пройти эту войну главное детище Путина – «Газпром» и останется ли он живым. До второй половины этого десятилетия, безусловно, будет вопрос, сможет ли «Газпром» продолжать работать в таком же размере, как и сейчас. Будет случай потенциальной необходимости сократить производство. Потенциально придется немного сократить компанию. Трагическую ситуацию в газовой сфере подтверждает и лично Владимир Путин. Во время выхода в свет тот не упускает возможность публично напомнить – Россия готова продавать газ Европе. Сомнений нет никаких. Ну, в конце концов, мы европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих. Тема газа крайне отличается от агрессивных рефлексий Путина в сторону западных стран. И в этом аналитике не видят ничего удивительного. Ведь отказ Европы от российского газа оставляет «Газпром» без 70% доходов. Независимо от возможного саботажа двух трубопроводов, мы увидели, что Россия больше не является надежным поставщиком энергии. В итоге война России против Украины привела к существенным потерям доходов главных столпов режима. Денег от экспорта нефти встает все меньше, а кремлевский газ и вообще не нужен Европе. Мы напомним, что экспорт российского газа на европейских рынках сократился с 40% до 9%. И денег, и ракет в России все меньше. Однако обстрелы и боевые действия продолжаются. И каждый новый день приносит новые разрушения. За которые России без сомнения придется заплатить. Вопрос лишь, сколько именно и когда. В следующем сюжете считаем, насколько большой урон украинской инфраструктуре нанесла российская армия. И изучаем механизмы возмещения ущерба. Расплата будет. Россия продолжает свой ракетный террор против Украины. И некоторые россияне чрезвычайно радуются разрушениям, которые наносит Украине российская армия. Мы команда, да? Россия! Россия! Впрочем, ликовать будут недолго. Ведь за все причиненные повреждения придется платить гражданам России. На днях Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по выплате репараций Украине от Российской Федерации. Решение ООН, оно фундаментальное. И оно обеспечит как раз правовую и политическую основу для того, чтобы Россия выплатила все репарации по разрушениям, которые она нанесла в Украину. И платить придется много. Наибольший ущерб Россия нанесла украинскому жилищному фонду на сумму более 50 миллиардов долларов. В квартире, на кухне, дыра в стене. По данным проекта, Россия заплатит от КСИАИ, институт и украинского правительства. На конец октября российская армия повредила более 7% помещений от общего жилищного фонда Украины. В результате военных действий разрушено почти 136 тысяч частных и многоквартирных домов. И более 200 общежитий. В сфере инфраструктуры Россия нанесла ущерб на сумму 35,3 миллиарда долларов. Из которых 26,6 миллиарда разрушения дорог и 4,3 миллиарда железнодорожных путей. Едва ли не сложнее всего в условиях ракетного террора себя чувствуют предприниматели. Потери активов бизнеса составляют не менее 9,9 миллиарда долларов и продолжают расти. Российские ракетные удары настроены на то, чтобы уничтожить не только цивильную инфраструктуру, но в то же время и ударить по экономике, по энергосистеме и не дать украинскому государству нормально функционировать. Среди экономических отраслей больше всего пострадала металлургия. Всего же с начала войны повреждено или разрушено по меньшей мере 412 предприятий. Украинской экономике они очень сильно вредят, однозначно. Кроме того, россияне разрушили как минимум 810 и повредили 1640 образовательных объектов. Уничтоженные школы, садики, университеты, эксперты оценивают сумму почти в 7 миллиардов долларов. Есть предварительные цифры гражданской инфраструктуры, которая пострадала порядка на 150 миллиардов долларов. Хотя мы неоднократно слышали разные цифры от наших руководителей. Цифры назывались от 300 до 600 миллиардов. Конечно же, Владимир Путин и его правительство не намерены выплачивать Украине репарации. Впрочем, в истории такие прецеденты уже были. Ни в 43-м, ни в 45-м Гитлер тоже не планировал выплачивать странам, пострадавшим от нацистской агрессии и репарации. Но, в принципе, диктуют правила всегда победительность. Поэтому, в любом случае, учитывая, что Путин уже проиграл вторгнувшись в Украину, то сегодня наши западные партнеры помогут. Именно поэтому цивилизованные страны мира работают над механизмом передачи замороженных активов Российской Федерации Украине для послевоенного восстановления. На сегодняшний момент в мире арестовано 350 миллиардов долларов денег Центробанка России и порядка 150 миллиардов долларов активов российских олигархов и чиновников. Сколько бы Путин не пытался нанести ущерб энергетике или гражданской инфраструктуре Украины, победу в полномасштабной войне он не одержит. И с каждой долетевшей до цели ракетой долг перед украинским народом только увеличивается. А далее ваша любимая рубрика «Лица режима». В ней сегодня некто Валерий Коган, между прочим, уроженец Мариуполя. Один из самых богатых россиян, который когда-то построил дворец специально, чтобы принять в нем Путина. Но что-то пошло не так. Про Когана и его роскошную недвижимость и дворцы других представителей режима далее. Российский магнат Валерий Коган беднеет на глазах. Он пытается продать свою виллу в Израиле, но у него не выходит. Ему пришлось снизить цену на 90 миллионов долларов, чтобы хоть кто-то ее приобрел. Коган – уроженец Украины, но он давно тут не живет и работает в России. Его родной город – Мариуполь, который сегодня разбомбили по указу его же друзей из Кремля. Основной актив Когана – Международный аэропорт Домодедово. Один из четырех основных аэропортов Московской области. Второй по объему пассажиропотока во всей России. Также он входит в состав учредителей российско-американской компании Industries International, компании «Коммуникационные системы в промышленности», компании «Транзит-М» и еще ряда зарубежных компаний. Дворец, про который мы сегодня будем говорить, воистину сделан для королевских особ. Коган в далеком 2008 году приобрел семь земельных участков в израильском поселении Кесария. Затем снес пять вилл и начал строить собственное поместье площадью 6400 квадратных метров. В 2020 году Валерий Коган выставил его на продажу. Чтобы перечислить все, что там есть, не хватит и целого дня. Только в спа-центре есть тренажерный зал, сауны, крытый бассейн, сады и два фонтана с римскими скульптурами. В интерьере использованы мозаика из натурального мрамора и оникса, лепнина из 14-каратного золота, уникальный паркет, шелковые ковры и тщательно подобранная мебель, изготовленная на заказ. При входе во дворец вы сразу видите огромный зал площадью в 230 квадратных метров с хрустальными люстрами и мраморными колоннами. Там же есть и огромная лестница, которая ведет на второй этаж, где находятся целых три спальни с ванными комнатами, кабинет и главная спальня сразу с двумя ванными и двумя гардеробными. Также есть обеденная, отдельный зал для завтраков, игровая, бильярдная и много всего прочего. Цена такого удовольствия в конце 20-го года 845 миллионов шекелей или примерно 240 миллионов долларов. Но еще тогда никто не рвался покупать это имение. Многие над ним просто рассмеялись, словно это было сделано для цыганского барона. Кухня – это катастрофа удачи в продаже этого дома, хотя бы по такой цене. Дом такой безвкусный и такой особенный, что ни один миллиардер не станет выкладывать такие деньги, если может построить что-то свое. Журналист Эмиль Шлеймович сообщил, что Коган строил этот дворец для приема российского президента. В прошлом ходили слухи, будто Коган строит этот дворец лично для приема Владимира Путина. Для сравнения, цена дворца российского олигарха приблизительно равна годовому бюджету всего Ненецкого автономного округа. Чуть меньше годового бюджета Алтайского края в 2020 году с населением 2,3 миллиона человек. И намного превышает бюджет еврейской автономной области России. Сегодня его цена упала почти на 90 миллионов долларов. Теперь его хотят продать за 149,5 миллионов долларов. Но не только от этой недвижимости он пытается избавиться. Его квартира на берегу моря в Тель-Авиве продается за 65 миллионов долларов. Ее площадь 1200 квадратов и она занимает 2 этажа. Оценщик недвижимости Шумли Коэн подробно описал свои впечатления о квартире и заявил, что она столько попросту не стоит. Суть в том, что нет никакого сравнительного обоснования, отражающего стоимость до 80 тысяч шекелей за квадратный метр. Коган – это лишь один из сотен, а то и тысяч вороватых чиновников и олигархов в России. Их самые скромные квартиры стоят больше, чем среднестатистический россиянин зарабатывает за всю свою жизнь. Вы смотрели программу «Ваши деньги» дважды в неделю, во вторник и в пятницу в 16.30 на телеканале «Фрида» мы разоблачаем всех тех, кто обворовывает россиян, кто лишает вас нормального будущего. КОНЕЦ КОНЕЦ